Девушки отдыхают Ковид не щадит врачей Коронавирус унес в жизни еще двух медиков Молдовы, между тем в стране зарегистрировали еще более тысячи случаев заражения И снова среди инфицированных медработники Креста Эвордс в копилке Знаменитая компания банкнота из украденного миллиарда, которую проводил ТВ-8 Была отмечена на международном конкурсе Трагедия на производстве Четверо рабочих пострадали в результате падения на них подъемного крана Инцидент произошел во время ремонтных работ рядом с институтом скорой медпомощи Вместе с краном провалилась и часть земли, на котором он располагался Двое пострадавших на момент госпитализации были в тяжелом состоянии Правоохранителям предстоит выявить виновника произошедшего Инцидент произошел утром без 20 минут 11 Подъемный кран упал во время замены труб по улице Тома Чорбы Пострадали четверо рабочих, поскольку они трудились во дворе медучреждения Помощь врачей была мгновенной Два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести Двое в тяжелом Они должны пройти полное рентгенологическое и параклиническое обследование И мы уже разрабатываем тактику лечения Какие травмы получили, находящиеся в тяжелом состоянии Черепно-мозговая и травма опорно-двигательного аппарата Замглавы СМП добавил, что рабочие – сотрудники компании, которая была отобрана для замены сети теплоснабжения Могу сказать, кто, потому что не знаю названия Частная – это компания, выбранная в результате проведения процедуры госзакупки В скором времени после происшествия приехали и владельцы крана, которые сдали его в аренду медучреждению Они утверждают, что машина была в хорошем техническом состоянии Кран пострадал? Нет, кран новый, как видите, в идеальном техническом состоянии А почему он рухнул? Там обвалилась земля Осмотреть место происшествия и узнать подробности инцидента прибыл и прокурор Начнем уголовное разбирательство и в течение 30 дней будет принято решение, открывать уголовное дело или нет Были ли соблюдены правила безопасности? Мы ничего не можем вам сказать, все это произошло два часа назад Случаем занимается прокуратура сектора Баюканы, которая должна определить причины обрушения крана и выявить виновных Растет число медицинских работников, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией Сегодня стало известно еще о двух врачах, которые проиграли битву с коварной напастью Это травматолог и психиатр, работавший в бельских медучреждениях Между тем, в стране сегодня зарегистрировали еще свыше 1000 случаев заражения COVID-19 66-летний психиатр бельской психбольницы Иван Дабижа скончался в реанимации столичного института скорой медпомощи Он умер от ковида в СМП, 12 сентября его госпитализировали в бельскую больницу 18 сентября в тяжелом состоянии перевели в институт скорой медпомощи, где сразу после перевода поместили в реанимационное отделение и интубировали Врач работал в этом медучреждении с самого начала своей карьеры, с 1978 года Также сегодня из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался и травматолог Григорий Мартынюк, который работал в муниципальной клинической больнице Бельц К сожалению, мы потеряли настоящего профессионала, хорошего человека, добросердечного и верного друга, говорится в сообщении медучреждения на его официальной странице в Фейсбуке На данный момент в Молдове коронавирус унес жизни уже 40 медицинских работников Между тем, Минздрав сообщает о новых случаях инфицирования За сутки зафиксировано еще 1062 Таков итог более 3,5 тысяч обработанных в лабораториях тестов 17 человек умерли Большинство случаев зарегистрировано в Кишиневе, более 500 за столицей Следует Приднестровье 98 и Бельце 50 случаев Уважаемые граждане, цифры свидетельствуют об отрицательном показателе эпидемиологического процесса и игнорировании рекомендаций специалистов Повышают риск распространения и ставят под угрозу жизни, здоровья вас и окружающих Будьте бдительны и следуйте рекомендации специалистов В числе новых инфицированных и 67 сотрудников системы здравоохранения Зафиксировано также 12 случаев завоза заболевания из-за рубежа 749 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии Также за прошедшие сутки 542 пациента полностью выздоровели и были выписаны из больниц Врачи бьют тревогу По мере увеличения числа пациентов, инфицированных COVID-19, растет спрос и на плазму крови, исцелившихся от этого опасного недуга Этот ценный материал сейчас как никогда востребован Медики призывают всех, кто прошел лечение от коронавируса, сдать плазму, чтобы спасти тяжелобольных пациентов, находящихся на ИВЛ Один донор может спасти как минимум три жизни Офицеры Фуджера не остались равнодушными к призыву врачей Сегодня с самого утра пришли в Центр переливания крови Оставили на час свои балаклавы и, облачившись в защитные маски, пришли сдать плазму крови, которая так необходима для инфицированных коронавирусом 26 офицеров батальона спецназначения Фуджер решили сделать все, что в их силах, для спасения больных, находящихся в тяжелом состоянии Пришел сегодня протянуть руку помощи гражданам Республики Молдова, которым нужна помощь, моя кровь Особенно сейчас, этой глобальной проблемой под названием COVID-19 В начале сентября у меня был положительный результат на COVID-19 Приболел в легкой форме, лечился дома, сдаю антитела во второй раз И если понадобится больше, сдам еще Среди пришедших сдать плазму оказалась и одна женщина Месяц назад она также переболела коронавирусной инфекцией и вылечилась Но поскольку ее плазма не годится для лечения пациентов с COVID-19, ее используют для спасения других больных Плазму сдаю в седьмой раз, тромбоциты, кровь, практически все, что нужно инфицированным людям В надцентре переливания крови говорят, что по мере роста числа коронавирусных инфицированных Растет и потребность плазмы крови выздоровевших пациентов А это 5 литров ежедневно, которые распределяют впоследствии по всем больницам страны Больше всего запросов приходится на республиканскую клиническую больницу Среднее количество запросов в день составляет 50 доз В этом смысле мы неоднократно звоним и оповещаем всех, кто желал прийти сдать плазму Чтобы мы могли спасти находящихся в крайне тяжелом состоянии По словам врачей, один из лечившихся от COVID-19 может сдать около 600 мл плазмы крови И спасти таким образом жизни трех тяжелобольных Есть метод лечения антителами плазмы Действительно, кто переболел, COVID-19 отвечает всем условиям для сдачи крови Вся медицинская система нуждается в донорах Сдать плазму крови для тяжелых пациентов с коронавирусом могут только переболевшие ковидом мужчины от 18 до 60 лет не страдающие хроническими заболеваниями и имеющие не менее 14 дней полного выздоровления В Молдове продолжается избирательная кампания к выборам президента страны Кандидаты проводят встречи с избирателями и выступают с заявлениями для прессы Но не все, как выяснилось, проходит гладко Об этом подробнее в нашем электоральном блоке Единственный независимый кандидат на президентских выборах, которого поддерживают социалисты Действующий глава государства провел встречу с избирателями на юге страны Пока в Молдове не утихает эпидемия коронавируса В одном из общественных парков Вулканеж собрались несколько десятков человек Среди них пожилые люди, дети и даже служители церкви На опубликованных с места события снимках и видеозаписях Видно, что далеко не все присутствующие соблюдают социальную дистанцию и находятся в масках Сам Игорь Дадон на своей странице в Фейсбуке заявил, что не мог запретить людям прийти в парк На кадрах невооруженным глазом видно, что на встречу с независимым кандидатом, которого поддерживают социалисты Прибыли больше 50 человек А это противоречит решению комиссии по ЧЭС в сфере общественного здоровья Которая запретила проводить массовые встречи за исключением культурных мероприятий на открытом воздухе Чтобы наша Молдова расцвела так, как свела раньше Чтобы мы собирали фрукты и овощи и наш виноград Чтобы наши дети не уезжали за границу Чтобы наши родители ждали своих детей на своей земле И мы это сделаем Игорь Николаевич, надейтесь на нас Мы на вас, а вы на нас На своей странице в Фейсбуке действующий президент Игорь Дадон, который баллотировался на второй срок Отметил, что на встречу вулканешты пригласили менее 50 человек Но пришло чуть больше Пресс-секретарь кандидатов в президенты нам поведала Что все встречи с избирателями независимого кандидата проходят с соблюдением всех противоэпидемических мер Что касается количества, мы не можем лишить граждан права приходить на встречи с кандидатом Чтобы задать все вопросы лично и получить ответы из первоисточника Говорится в комментарии пресс-секретаря независимого кандидата Игоря Дадона Мы попытались связаться с представителями правоохранительных органов Которые следили за соблюдением общественного порядка в вулканештах Накануне другой участник избирательной гонки Кандидат от нашей партии Рината Усатый заявил Что один из сотрудников службы госохраны, который обеспечивает безопасность президента Якобы заразился коронавирусом Сам Игорь Дадон, по словам Усатого, отказывается пройти тест на ковид-19 Если будет положительное, тогда необходимо пройти лечение и самоизолироваться на две недели А Дадон должен ездить по селам, раздавать газовые баллоны, поманы Человек хочет работать, в кавычках В службе государственной охраны и защиты нас попросили направить официальный запрос для комментария Пресс-секретарь кандидата Игоря Дадона заявила, что он соблюдает все миры безопасности И по необходимости сдает тесты на коронавирус Ранее Игорь Дадон обещал проводить встречи с избирателями каждый день в различных районах страны Дарин Кертуакая вступил в предвыборную гонку перед зданием парламента Кандидат на президентских выборах от блока Унирия сегодня представил свой слоган И перечислил основные приоритеты своей избирательной программы Кертуакая выступает за объединение с Румынией и за вступление Молдовы в Европейский Союз Основной девиз это Унирия для всех У нас есть и другие слоганы С Румынией в Европу Унирия и точка В Европу через объединение Европа до конца О своих приоритетах в рамках избирательной программы Дарин Кертуак объявил перед зданием парламента Где провел сегодня пресс-конференцию Кандидат от блока Унирия обещает быть настоящим и достойным президентом А также гарантирует, что Молдова станет частью Европейского Союза Мы должны выбрать прозападного президента Который будет стремиться к объединению с Румынией К европейской интеграции до конца Вы должны это понимать, уважаемые граждане Вам некого будет винить, если вы не выйдете и не проголосуете Официальный запуск избирательной кампании Кандидата от блока Унирия состоится в конце этой недели 5 октября Центральная избирательная комиссия Зарегистрировала восьмого претендента На президентское кресло Дарина Кертуака Накануне он заявил, что сдал тест на коронавирус Поскольку респираторная инфекция была выявлена У одного из сотрудников предвыборного штаба Тест Кертуака оказался отрицательным Пригрозил распуском парламента И пообещал сделать все ради объединения Молдовы и Румынии Кандидат на должность главы государства От партии национального единства Сегодня выступил перед журналистами На родных просторах в Унгенах После официальной части Октавиан Цику Пригласил своих сторонников присоединиться к маршу Воссоединение инфраструктуры с Румынией В том числе наземной, железнодорожной, энергетической, цифровой И по коммуникациям Это и есть главная цель Ради которой Октавиан Цику баллотировался на президентских выборах Кандидат от ПНЕ сегодня официально представил свою предвыборную программу В случае своей победы Цику намерен организовать образование в Молдове По примеру румынской системы А также воссоздать единую систему безопасности Но первым делом после победы на выборах Октавиан Цику обещает распустить парламент Нам необходимо проевропейское большинство в парламенте Почетный председатель политформирования Троян Басеску Не посетил сегодняшнее мероприятие в Унгенах Поддержать Цику пришли его коллеги Я верю, что Цику сможет воплотить в жизнь идеальную концепцию объединения Несмотря на то, что у партии Платформа Достоинство и Правда Есть свой кандидат на президентских выборах Поддержать бывшего коллегу пришел и депутат Юрий Реницце Даже если я не состою в ПНЕ, могу сказать, что здесь чувствую себя лучше всего Вы молодая, сильная, убедительная команда Октавиан Цику в бюллетене для голосования Значится под седьмым номером В 2013 году он занимал пост министра молодежи и спорта А в феврале 2019-го стал депутатом парламента По спискам платформы Достоинство и Правда Полгода спустя он покинул ряды ППДП Кандидат от партии ШОР побывала на севере страны, где провела встречу с избирателями Виолетта Иванов обсудила с гражданами основные пункты своей предвыборной программы А также рассказала, чем займется в первую очередь, если станет президентом В своем обращении на Фейсбуке Виолетта Иванов обнародовала содержание предвыборной программы Под названием «Молдова-2024» В ней содержится решение многих проблем, с которыми столкнулась наша страна Поговорили о множестве проблем, которые касаются социальной защиты, мизерных зарплатах и пенсиях Обо всем, что внесено в нашу избирательную программу Среди основных проблем, по словам кандидата от партии ШОР Отсутствие рабочих мест, мизерные зарплаты, отсутствие инфраструктуры и плохие дороги Вместе со своей командой Виолетта Иванов готова возродить всю республику Начав с небольших, но крайне необходимых проектов С жителями Гладян мы поговорили о забытых всеми проблемах Например, о фабрике по производству масла, которая обеспечивала многих рабочими местами О консервном заводе, который уже долгие годы не работает О фабрике по производству сахара, которая тоже многие годы простаивает В бюллетене для голосования Виолетта Иванов под номером 5 Иванов стала депутатом парламента, пройдя по спискам партии коммунистов В 2017 году она покинула ряды ПКРМ и примкнула к демократам В 2019-м Иванов вновь прошла в законодательный орган по спискам ДПМ Однако спустя полгода покинула формирование и вступила в ряды партии ШОР Апелляционная палата пересмотрит жалобу кандидата от ППТП на президентских выборах об открытии 42 участков для жителей Левобережья После того, как высшая судебная палата встала на сторону Андрея Анастасии и отменила постановление судей, отклонивших его заявление Сегодня должно было состояться заседание апелляционной палаты Но слушание принесли на завтра, поскольку представители Центра избиркома должны предоставить дополнительные сведения Адвокат кандидата от ППТП заявил, что изначальное постановление ЦИКа незаконно Заседание по пересмотру жалобы Андрея Анастасии по поводу открытия 42 участков для жителей Приднестровского региона было перенесено, чтобы представители Центральной избирательной комиссии могли предоставить дополнительные документы Автор обращения на сегодняшнем заседании отсутствовал Однако его адвокат заявил, что решение ЦИКа в открытии такого количества участков неправомерно Нам известно, что в пяти населенных пунктах отказались открывать избирательные участки Настасии требуют частично аннулировать решение Центра избиркома Это означало бы сокращение количества избирательных участков в соотношении с количеством предварительно зарегистрировавшихся избирателей которые проживают на левом берегу Днестра При расчете числа участков, учитывая данные государственного регистра, всех законодательных норм Заседание перенесли на завтра, оно было прервано до 11 утра Вы можете прокомментировать вашу позицию? Для этого есть пресс-служба В конце сентября кандидат в президенты от ППДП обжаловал в судебном порядке решение Центральной избирательной комиссии об открытии 42 участков, где своим правом голоса могли бы воспользоваться жители Приднестровского региона Апелляционная палата отклонила заявление Андрея Анастасии Судьи высшей судебной палаты аннулировали постановление АП и направили жалобу на пересмотр Ранее несколько народных избранников из сел Раскаец, Гуробыкулы и Резина заявили, что выступают против открытия участков для избирателей из Левобережья в этих населенных пунктах 26 сентября ЦИК постановил открытие для этой категории избирателей 42 участка на правом берегу Днестра Жарко было накануне в эфире нашего телеканала Политические эксперты, приглашенные на передачу, обменялись колкими репликами Яблоком раздора стало количество открытых за рубежом избирательных участков Штефан Глигор считает, что в России их больше, чем нужно на самом деле А Виталий должно быть вдвое больше С другой стороны, Корнелий Чури утверждает, что в данных случаях о фальсификации речи не идет И если его оппонент считает иначе, то пусть предоставит тому доказательства В Европе, в Соединенных Штатах тоже прозвают 1700 человек Но мы же не открыли для них соответствующих Послушайте, Виталия дает 38% голосов, минимум 38% голосов на каждых выборах Российская Федерация дает 4-5% голосов Мы там открыли 17 Подождите, вы должны проверить Хорошо, в Российской Федерации абсолютно не был основан, открыли 17 участков А в Италии, где голосуют Открытие участков, это не фальсификация Если соблюдать эту пропорцию, Виталия должны были открыть по крайней мере 80-90 секций Это где написано? Это написано в инструкциях Вот так прямо и написано? Да, прямо так и написано Предметом спора между двумя экспертами стало проведенное журналистами ТВ-8 расследование о фальсификации списков для предварительной регистрации с целью открытия за рубежом избирательных участков Страсти накалились до предела, когда гости набросились друг на друга с взаимными обвинениями Кто? Кто это сделал? Это сделала партия социалистов У вас есть доказательства? Вы доказываете Господин Чурев, вы очень странно В прошлом завращали плохать Никогда сейчас защищаете социалистов У вас какая-то странная любовь к власти Господин Григорь, можно вопрос к вам за всем? Я желаю вам того же Ранее Василий более отрицал причастность ПСРМ к фальсификации выборов И попросил другие доказательства, которые бы явно свидетельствовали о подделке списков для предварительной регистрации за рубежом Всего к президентским выборам 1 ноября Центральная избирательная комиссия распорядилась открыть 2143 избирательных участка Из них 139 за рубежом Знаменитая компания-банкнота из украденного миллиарда Которую ТВ-8 проводил совместно с одними из молдавских рекламных агентств Была отмечена на международном конкурсе Это награда Креста Уорс, которая присуждается за высокие стандарты творческих достижений в международной индустрии рекламы, цифрового дизайна и коммуникации Более того, мы взяли не просто одну, а целых четыре приза, в том числе золото Это, наверное, единственная хорошая новость для всего, что касается дела о краже миллиарда Пока прокуроры не балуют нас хорошими новостями о тех, кто совершил это преступление и должен попасть в тюрьму Это высокая оценка работы журналистов из Кутия-Ниагра В ходе кампании «Банкнота» из украденного миллиарда было создано и напечатано около пяти тысяч купюр уникальной модели Их распространяли не только по стране, но и среди наших сограждан за рубежом Экземпляры попали и в некоторые государственные учреждения, особенно связанных с управлением деньгами, такие как Министерство финансов и Национальный банк Банкнота была создана художником из Грузии, который очень внимательно изучил всю историю кражи миллиарда и нарисовал ее на банкноте в миллиард долларов Все элементы на этой псевдокупюре символические Компания стартовала прошлой осенью на пятилетие кражи миллиарда, а именно по прошествии времени с тех пор, как правительство Лянка предоставило первую государственную гарантию на сумму 9,5 миллиардов леев В день запуска акции журналист ТВ-8 Мариана Радзе лично отправилась в офис Нацбанка, чтобы передать губернатору копию с купюрой в 1 миллиард Однако сам он за подарком выйти не пожелал Это информационная кампания, проводимая телеканалом ТВ-8 и ток-шоу «Кутиянягра и передача», которая занимается расследованиями, действительно ищет этот миллиард Мы выявили, где он находится, хотим передать это губернатору Год спустя кампания, проведенная рекламным агентством для ТВ-8, была отмечена на 27-й церемонии вручения наград Креста International Adversing Awards, которая проходила в Лондоне Кампания выиграла золото за цифровой дизайн, серебро за полиграфический дизайн и бронзу за крафт-дизайн Также агентство было объявлено финалистом в категории Craft Campaign Креста Awards – это международный фестиваль, образованный ассоциациями рекламистов Он проводится ежегодно с 1993 года Работы оцениваются на основании двух критериев – оригинальность креативной идеи и качество исполнения Ну а работы оценивает жюри, состоящие из более чем 80 креативных директоров, художников, графиков и киноманов со всего мира Без зонтика не выходить на Молдову надвигаются дожди с грозами Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды Предупреждение будет действовать в ближайшие сутки По прогнозам синоптика, 8 октября в некоторых регионах возможен шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду Температура воздуха в столице ночью опустится до плюс 17, а завтра днем прогреется до плюс 21 градуса по Цельсию На севере республики до плюс 14 в ночное время суток и плюс 19 днем А на юге страны также пройдут дожди с грозами 18 со знаком плюс в ночное время, а днем до плюс 23 градусов по Цельсию На сегодня это все, мне осталось напомнить, если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную информацию или же у вас есть интересные видео и фото, присылайте все в редакцию нашего телеканала И не забывайте об опасности распространения коронавирусной инфекции Не пренебрегайте нормами гигиены и берегите себя и тех, кто вам дорог Всего вам доброго и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова